Раз, раз, раз. Подъем, подъем. Нет, стой, не надо. Да ладно, я нормальный парень. Я не стесняюсь, что он наснимает. Все. Hi, с вами Ник. И сейчас мы с вами... Точнее, нет, надо сейчас как-то сформулировать. И я хочу представить вам мой канал, да, типа вот так или что? Или рассказать о своем канале, или рассказать о своем проекте. Сейчас, 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 подожди. Вот сейчас представление им. Привет, с вами Ник. И сейчас мне хочется рассказать вам больше позитива. И тем самым представить мой канал, видеоблог. Я путаюсь, я путаюсь. Привет, как дела? У меня отлично. А меня зовут Ник, и это мой видеоблог. Когда он сфотографировал, у него сработала просто там огроменная вспышка. И так мы с ним подружились. А раньше мы были с ним врагом. И, ну, знаешь, так, как ты знаешь, так загнуть, так загнуть. Рааа! Вот. В этом плане. И самое простое, что я понял из этой ситуации, это никогда не подставлять своих друзей, а всегда быть за них. Не, ну, что самое интересное, вот, сам видеоблог, он помогает тебе как-то, не знаю, преодолеть себя. Пытаешься, там, не знаю, стараться выглядеть как-то умнее. Хотя, может, наяву ты простой. Ну, я думаю, что для интернета пойдет. Самое интересное, что у каждого из нас есть много непутевых, но все-таки делов, ну, дела, которые мы делаем, они очень странные, но очень смешные. Сегодня у меня был такой день. Я пришел в школу и спорил с учителем по поводу того, что я прогулял два урока. Самое смешное было, что я даже не пытался разозлить учителя. Он сам разозлился из-за того, что я пытался сказать, что да, я пришел вовремя. Я пришел вовремя и не хочу уходить из класса. Меня настойчиво выгоняли, но я... Нет, нет, братан, все. Нет, еще надо что-нибудь определить. Да, я видел. Основная игра, это игра в бейсбол. Потому что однажды мне очень сильно прилетело в голову. Ладно, стой. Надо сейчас тебе рассказать, на ключиками. Я сейчас... Такой, чей, как будто, я не знаю, там, баран какой-нибудь. Нет, надо по-это, полегче что-нибудь. Тут я понял, в чем соль. Ну, ну, блин. Я говорю, а вот как думаешь, что там будет? Однажды я вхожу в автобус и оглядываюсь в поисках места, чтобы присесть. И смотрю, все как-то ведут себя очень спокойно. Все молчат. Никто не разговаривает. Даже те, кто заходит за мной, заходят очень тихо. Я не понял, в чем подвох. И начинаю поворачиваться влево. И оказывается, кондуктор спит. И я тоже решил подмухлевать и не стал будить его. Мне все говорили, что, братан, не буди его. Я такой, окей, все, присел. И да, я своровал у кондуктора. Однажды в детстве у меня была мечта. Имеет свой собственный завод сникерсов. Я даже не представлял в своей жизни без сладкого. Без денег. Да, прям как еврей. Я без сладкого до сих пор не могу бойтесь. Меня часто отговаривает мой стоматолог. Вот пломба! Мой любимый фильм. За последнее время. Это фильм не сломленный. Он реально четкий. И когда я его посмотрел, первое, что у меня было в голове, это взяться за что-нибудь. Удаляй, удаляй, удаляй. Удаляй, 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 не мучай меня. Ну, мне как-то лучше стало, да? А теперь советы подросткам. Ты слышал? А теперь советы подросткам. Да, я уже много чего сказал, но мне хочется заострить внимание на именно этой теме. Я хочу сказать лишь одно, что каждый из вас, именно подростков, должен стремиться к чему-то, должен представить какую-то цель, вообразить себе мечту. То есть, если мы не будем мечтать, в итоге у нас ничего не выйдет. Мне хочется посоветовать тебе, именно тебе. Ты сейчас смотришь это видео, и не зря ты дошел до конца, потому что здесь я сделала отдельную рубрику лично для тебя, чтобы посоветовать тебе, что самое главное для тебя это мечтать. И так же хочется сказать тебе отдельное спасибо за то, что ты посмотрел это видео. Если тебе понравилось, пожалуйста, будь добр, поставь лайк и поделись со своими друзьями. Сабскрайба, плиз. Сабскрайб, плиз. Блин, меня распирает. Ну да ладно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!